Офицеров, получивших важные назначения, участвовали сегодня в Кремле. С переводом на высшие командные должности их поздравил Владимир Путин. Командирам придется решать стратегические задачи по обеспечению безопасности, причем как внутри страны, так и на мировой арене. Тему продолжит Павел Пчелкин. Такие встречи с недавно назначенными высшими офицерами стали традицией. Сегодня в Кремль были приглашены 45 представителей силовых ведомств. Президент поздравил их с повышением, присвоением новых званий и обозначил задачи, стоящие перед ними. Именно от их слаженной работы, по словам Владимира Путина, зависит надежная защита России и ее национальных интересов. И в первую очередь он, конечно, коснулся ситуации в Сирии. Создав плацдарм в Сирии и ряде других стран Ближнего Востока, террористы строили, да и продолжают строить планы по расширению экспансии, по достабилизации целых регионов. Вербовали и продолжают вербовать в свои ряды боевиков из многих государств, в том числе, к сожалению, и из России, и стран СНГ. Чтобы предупредить эту угрозу, принять превентивные меры, Россия, как вы знаете, начала целовую операцию в Сирии. Россия готова адекватно и эффективно ответить на террористические и любые другие угрозы нашей страны. Хочу поблагодарить личный состав, участвующий в операции, за профессионализм и мужество. С 30 сентября российская авиация уничтожает инфраструктуру террористических группировок, для чего были задействованы и возможности Каспийской флотилии, которая нанесла удар по боевикам крылатыми ракетами. Весь ход антирористической операции демонстрирует реальные возможности российской армии. Путин дал понять, что это результат реформ армии и флота, разработки новейших вооружений и непрерывной череды учений самых разных родов войск. Только в этом году прошло больше трех тысяч учений. Рост внешней террористической угрозы требует усиления активности спецслужб и силовых ведомств внутри страны. Путин подчеркнул, что особые задачи стоят перед ФСБ. С начала года ее сотрудники предотвратили более 20 терактов. Ликвидированы более 100 бандитов, в том числе 26 главарей. Задержаны более 560 членов Банкформирований. Принципиально важно выявлять связи российских боевиков с международными террористическими группировками и их покровителями. Здесь серьезная ответственность лежит на службе внешней разведки. Кроме того, нам также необходимо четко представлять ход военно-политических процессов в конфликтных зонах и в мире в целом. Рассчитываю, что сотрудники внешней разведки России будут и впредь давать их объективный, своевременный анализ прогноза вероятного развития событий. Минувшие сутки в результате совместной операции ФСБ и полиции в московском регионе нанесен удар по экстремистской группировке Хизбут-Тахрир. Силовики появились почти одновременно по 24 адресам в Москве и Подмосковье. В полицейских участках уже около сотни подозреваемых в причастности к организации, в основном выходцы из Средней Азии. Изъята экстремистская литература, компьютеры и банковские карты. Московские суды уже вынесли решение задержать как минимум два десятка человек. Под стражу взяты в том числе лидеры ячейки экстремистской группировки. В Краснодарском крае минувшим днем арестован подозреваемый в подготовке теракта на железной дороге. Он работал машинистом и, по данным спецслужб, намеревался сразу после теракта уехать воевать в рядах ИГИЛ. На прошлой неделе была задержана группа, готовившая теракт на общественном транспорте. У них была изъята одна готовая бомба и компоненты для изготовления других взрывных устройств. Сегодня, говоря о задачах МВД, Путин призвал жестко реагировать на любые формы экстремизма, национальной, религиозной нетерпимости и вражды. Призвал полицию активнее использовать современные технологические средства контроля за общественным порядком. Обозначил он на задаче прокуратуры, выделил социальную сферу. Следует незамедлительно реагировать на факты несвоевременной выплаты заработных плат, неисполнение социальной гарантии граждан, выявлять нарушения законов во всех сферах, в том числе, а может быть и прежде всего, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Как и другим правоохранительным ведомствам, прокуратуре нужно активнее отстаивать права предпринимательского сообщества, решительно пресекать всякие попытки чинить препятствия бизнесу. Поток наркотиков из-за рубежа в Россию Путин назвал наркоагрессией. Он призвал ФСКН активнее ей противостоять. Коснуться президента работы МЧС. Масштабные лесные пожары в Восточной Сибири, удар стихии на Сахалине, показали, по его словам, с каким мужеством и самоотдачей трудятся наши спасатели. Благодаря вашим слаженным действиям, профессиональным действиям, удалось снизить ущерб от этих чрезвычайных ситуаций, быстро приступить к устранению их последствий. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС и всех, кто принимал участие в спасательных операциях за добросовестное выполнение своих обязанностей. Обращаясь к сотрудникам службы исполнения наказаний, Путин напомнил, что даже люди, преступившие закон, российские граждане и имеют право на содержание, соответствующее современным стандартам. Сегодня же Федеральная служба судебных приставов обрела свое знамя. Президент лично вручил его главе силового ведомства, подчеркнув, что за более чем 10 лет работы оно доказало свою эффективность. Благодаря работе приставов в бюджет перечислено более триллиона рублей, а в пользу граждан и организаций и того больше. Вместе с тем перед службой по-прежнему стоят непростые задачи. Например, защита прав детей. Имею в виду, конечно, прежде всего обеспечение выплаты алиментов, но не только. Не менее важны и вопросы обеспечения жильем детей-сирот, детей, помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Это не только ваша профессиональная, но и нравственная обязанность. Кроме того, на приставах лежит обязанность выдворения иностранных граждан за пределы России по решению суда. Это, по словам президента, серьезный вклад в реализацию миграционной политики страны. В общем же, от работы приставов, отметил Путин, напрямую зависит вера граждан в торжество правосудия и авторитет самого государства. Павел Пчелкин, Павел Рудаков, Первый канал.